Коллеги, добрый день. Итак, мы продолжаем нашу серию мероприятий по правовой и финансовой безопасности, которые курирует компания Правовеста Удит. И напомню, что мы в принципе запустили этот трек, серию кейс-сессий, в которой мы будем на реальных примерах показывать, как выявлять финансовый потенциал компании, сокращать издержки за счет грамотной уплаты налогов. Сегодня у нас на самом деле такие интересные темы будут. Это налоговые риски и маневры и маркеры для повышенного интереса ПНС. То есть мы поймем, научимся понимать, как понять, что под компанию копают тонкости допросов, осмотров, выемок и страховка от налоговых претензий. Также мы рассмотрим такой блок, как очень частая ситуация, выручка растет, прибыли и денег нет. Разберемся, в чем секрет и как с этим работать. И вообще, в принципе, наверное, самое важное, мы поговорим о том, как эффективно обновить структуру и защитить активы свои и бизнеса. И правильно делать профилактику всех этих мероприятий. И рад приветствовать Маргариту. Маргарита, приветствую. Привет, Кирилл. Так, передаю слово, можем начинать. Друзья, пишите вопросы, мы будем стараться либо отвечать по ходу, либо мы обязательно с вами свяжемся и ответим. То есть ни один из вопросов не останется без ответа. Передаю слово, можем начинать. Да, друзья, всем привет. У нас сегодня четыре эксперта. И будет интересно рассмотреть примеры, с которыми, собственно, все эксперты практики, все каждый день с утра до вечера занимаются только вопросами, как помочь бизнесу, потому что на стороне бизнеса непосредственно выступают. Хотя часть экспертов имеет опыт работы и в налоговых органах. Поэтому мы сегодня прекрасным образом посмотрим ситуацию целостно. Как компания смотрится с точки зрения предпроверочного анализа, АСК, НДС и прочих-прочих моментов. И как налоговые органы смотрят, видят и какие там есть критерии. Красный тревожный светофор, который ту или иную компанию ставит под прицел. Итак, я передаю слово Наталье Наталюк. Наталья как раз с большим опытом работы непосредственно в налоговых органах, является советником налоговой службы второго ранга и знает, как идет сейчас по ту сторону баррикад, какая идет работа, какие идут процедуры в части выявления компаний под особый налоговый контроль. И Наталья, естественно, ежедневно отвечает на вопросы, смотрит судебную арбитражную практику, где есть небольшое количество дел, но они есть, где выигрывают налогопотельщики. И, конечно, к сожалению, в большинстве случаев выигрывает налоговый орган. Но мы с вами будем учиться на чужих ошибках, поэтому Наталье передаю слово. И у нас принцип такой, что я сегодня модерирую. Я, как сказал, Кирилл Маргарита Дружинина, основатель и управляющий партнер компании «Проэзда Аудит». Также я являюсь общественным полномоченным при обоцмене по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева, ее команда в правительстве Москвы по налогам и аудиту. Поэтому мы сегодня раскроем все, чтобы действительно вы знали, какие ваши права, чего опасаться, чего лучше не делать, потому что мы на страже ваших интересов и делимся тем опытом, теми знаниями, которые важны сегодня каждому собственнику бизнеса, руководителю, директору и так далее. Наталья, передаю тебе слово. Вижу, что презентация уже готова. Презентации все участники получат, поэтому всей информацией мы делимся. Поехали. Всем добрый день. Рада видеть каждого из вас. Конечно, тема сегодня очень горячая, и в первой части, как говорила Маргарита, мы поговорим об основных зонах налогового риска. То есть как не попасть под внимание налогового инспектора? На что вообще обращают внимание на сегодняшний день инспекторы? Какие маркеры есть? Так вот, ни для кого не секрет, что у нас АСК МДС, АСК МДС прекрасно работает и, скажем, реагирует на определенные такие маркеры. И в частности, есть такой документ с бородой, но тем не менее он очень актуальный на сегодняшний день. Это приказ ПНС 30 мая 2007 года, где как раз закреплены основные критерии отбора претендентов на выездную налоговую проверку. Как раз вот они тоже заложены у нас в соответствующий БАИС налог, в отдельный раздел, где происходит некое просеивание всей массы налогоплательщиков. И если где-то что-то не так, сгорается красный флажок, конечно же, внимание обращают на конкретного налогоплательщика. Итак, что это за 12 критерий? В первую очередь, хочу сказать, что такие критерии, как низкая налоговая нагрузка, низкая рентабельность, заработные платы и ведение деятельности высоким налоговым риском, это вот четыре основных кита, на которых строятся основные претензии. Смотрите, если вдруг в моей компании уровень нагрузки налоговой, то есть я, попросту говоря, меньше плачу налоговый бюджет, чем аналогичные налогоплательщики. Аналогичность определяется как? Одинаковая вездеятельность в одном регионе находимся, допустим, в Москве. Вдруг оказывается, что я в бюджет плачу меньше, чем мои аналогичные коллеги. Наталья, да, у меня такой вопрос уточняющий. Я сегодня буду немножко оживлять эфир, делая такие вставки, чтобы резюме. Правильно я понимаю, что четыре критерия, которые выделены сейчас красным на экране, низкая налоговая нагрузка, зарплата, уровень рентабельности и деятельность с высоким налоговым риском. Как часто это определяется? Ну вот, там, раз в квартал, раз в год и так далее. Вот можно этот момент просто уточнить, что как часто важно руководителям обращать на это внимание, и где я могу сравнить себя и этот средний градус по больнице. Да, вот эти два, максимально на практику сегодня уклон будем делать. Средняя температура по больнице себя можно сравнить по таким показателям, как налоговая нагрузка, заработной платы, рентабельность на официальном сайте налоговиков в страну www.nalog.ro. Там основные показатели, данные все есть. Как часто? Ну, периодичность, раз в квартал был бы замечательным. Почему? Потому что у налоговых органов буквально в режиме онлайн все это, да, отслеживается, смотрится, отбирается. Здесь хитрость заключается в том, что такие показатели, как налоговая нагрузка, рентабельность уровня заработной платы, сами по себе это вот те критерии, которые в первую очередь вызывают определенный интерес. Но первый шаг со стороны инспекции – это вызов на разговор, так называемую комиссию налоговой инспекции, и задают соответствующие вопросы руководителю. Да, почему у тебя меньше ты платишь налогов, почему у тебя налоговая нагрузка ниже, почему ты меньше платишь зарплату своим работникам, твои платят больше, почему рентабельность не соответствует. Вот на эти вопросы нужно отвечать. Многие, кстати, на практике задают, а нужно ли вообще ходить на такие вызовы. Да, конечно, нужно. Не надо отмалчиваться, потому что молчание, в том числе, тоже как нехороший такой признак, что налогоплательщик, возможно, что-то скрывает. Это тоже такой нехороший маркет для того, чтобы, допустим, покопаться, а нет ли там чего интересного в рамках выездного налогового контроля. Поэтому, конечно, да, хотя бы раз в квартал обязательно нужно все это перепроверять, сравнивать. И здесь риск назначения выездной, знаете, когда увеличивается. Когда компанию уже вызвали, руководителя на разговор в инспекцию, да, погрозили пальчиком и сказали, ай-ай, как нехорошо. Что бы, в принципе, не написал, в пояснении налогоплательщик, в любом случае инспектора будут гнуть о том, что нужно выравниваться, нужно быть таким, как все. Если компания не выравнивается в течение года, да, скажем так, то есть вероятность назначения, в том числе и выездной налоговой проверки, конечно, если будут еще в дополнении какие-то еще дополнительные нехорошие моменты. Чаще всего они как раз в 12-м критерии, то, что вы сейчас видите на слайде, связаны. Это так называемая связь, договорные отношения с фирмами-однагнетками, с техническими компаниями. Это связано с какими-то следами, связанные с схематозом налоговым. Да, если это все выявляется, конечно, это увеличивает риск назначения выездного налогового контроля. Поэтому, конечно, этот призыв несколько обеляться, уходить от такого незаконного махрового черного схематоза, конечно, да, это непосредственная защита безопасности компании, себя лично, потому что риск уголовки, субсидиарки, да, по налоговым надоначислениям компании, к сожалению, это сплошь и рядом, и судебная практика только растет. Поэтому, да, вот основные, то есть как резюме, это 12 критерий, как эти нужно соблюдать, из 12 я в первую очередь выделяю все вот эти 4, потому что все остальные убытки, значительные налоговые вычеты, несомненно, они важны, но в первую очередь обращать внимание на 4, которые выделены красным цветом. Что касается убытков, ну, сейчас многие богоцарапы, в том числе, стараются хотя бы копеечку к уплате показать, потому что частые убытки, это, конечно, тоже в первую очередь вызов на комиссию разговора почему-то. Далее, здесь как раз вопросы в чате, давайте оживим диалог, потому что вопрос сравнения эффективности, да, вызвал такие достаточно, ну, как бы, серьезные вопросы у участников, в частности, ну, естественное возражение, да, предпринимателей, но ведь может быть разный уровень эффективности у компаний даже в одной сфере. И Ефим говорит, что, безусловно, налоговые органы рассматривают показатели, вот, и классифицируют их по видам деятельности, да, а для каждого вида деятельности своя налоговая нагрузка, своя рентабельность и так далее. То есть, насколько практика, скажем так, объяснить, да, что, ну, как бы, компания, допустим, в стадии там запуска, да, или в стадии там вкладывания больше, там, маркетинг, там, в какие-то другие инвестиционные истории, поэтому, там, норма прибыли, да, она регулируется, исходя из стратегии развития компании. Вот, насколько это жестко, и все ли объяснения принимают, да, представители, там, налоговых органов? Вот, потому что сравнение... В общем, на моем опыте, да, принимают по Москве, потому что неоднократно тоже писали различные пояснения, готовились вместе с руководителями комиссии, и здравое объяснение, да, понимает, когда мы объясняем, что это компания, скажем, стартап, да, только что начинает деятельность, и непосредственно мы вкладываем сейчас деньги в развитии, новые направления какое-то документальное, и все это подтверждаем. В принципе, да, конечно, человеческий все-таки подход есть, и он больше, я вам скажу, чем не было, нежели было в предыдущих годах. Объяснить, конечно, можно. Главное, грамотно описать, обосновать и доказать. Нужно быть к чему? Я не могу сказать сейчас за всех инспекторов. Инспекторов очень часто в регионах, в некоторых инспекциях по Москве, к сожалению, да, определенная какая-то такая вот стена, говорят, ну да, это все, конечно, замечательно и красиво, ты говоришь об основанных, но тем не менее, нужно все-таки выравниваться и быть похожим на остальных, потому что мы считаем, что, ну, в принципе, раз одинаковые деятельности, по большому счету, один субъект, где вы находитесь, ну, хотя бы приблизительно одинаковые должны быть показатели. Объяснить можно, можно. Хорошо, то есть это не так сильно страшно, да, это вызывает контроль, обязательно надо являться все рассказывать, обязательно быть в диалоге, вот, потому что как только вы не приходите, да, или не объясняете, или игнорируете, то есть вы сами под себя продолжаете копать, ну, как бы вдвойне, поэтому... Совершенно верно. Всегда можно найти аргументы, вот, креативность – это наше все, поэтому я думаю, что вы и внутри компании это можете сделать, и обращаться, и к внешним экспертам, да, кто уже не раз помогал, и успешно из этих объяснений компании выходили благодаря этому. Давайте дальше, Наталья. Идем дальше. Следующий момент, о чем хотела сказать, это, конечно же, связано с предпроверочным анализом, да, тоже вот такие вот моменты. Так. Истребление документов, предпроверочный анализ. Все мы прекрасно понимаем, что налоговая инспекция вообще никогда не дремлет, даже когда мораторий на выездные налоговые проверки был, в любом случае отделы предпроверочного анализа, они очень активно работали, да, почему у нас такая вот волна, всплеск выездных налоговых проверок после моратория, ну, это понятно, потому что были уже готовые материалы, получены документы, информация в отношении конкретных налогоплательщиков. В принципе, когда уже назначается выездная налоговая проверка, нужно понимать, что инспектора прекрасно понимают, по каким контрагентам нужно пошерстить и более того, примерно уже понимает, какую сумму нужно начислить по сделкам с так называемыми проблемными контрагентами, в частности, после истории. Так вот, как для себя любимого понять, что под компанию копает? Вот основной вопрос, который чаще всего задают руководители-собственники. Логичный вопрос. То есть предпроверочный анализ, что он из себя представляет? Обратите внимание, в налоговом кодексе вообще этого понятия нет, но на практике он существует как минимум 2-3 года, как минимум, да, так официально, ну а лет 5, наверное, точно. Так вот, к чему я это все веду? К тому, что собирается информация, таким образом, направляются запросы, требования к моим контрагентам, то есть так называемые встречные проверки проводят, да, а работаешь ли с СО Ромашкой, а какие есть информации о сделке, какие обороты, а вообще, что можно сказать, про эту компанию и про руководителя, сбор информации и выстраиваются определенные картины, портрет налогоплательщиков. У налоговиков, помимо материалов, которые от наших контрагентов получают, у них и так достаточная информация, они могут по расчетным счетам обороты посмотреть, да, какие, с кем мы работаем, сколько денег мы перечисляем. АСК МДС очень хорошо шутит по разрывам в цепи МДС, ищет выгодоприобретателей, вырисовывает целые схемы работы между мной, моими прямыми контрагентами, контрагентами 2-го, 10-го какого-то звена. Так вот, чтобы понять, что в отношении компании что-то не так, что налоговики собирают информацию, как это прочувствовать? Конечно же, в первую очередь, через требования, которые получают в первую очередь контрагенты, потому что встречные проверки проводятся. Второе – это в отношении еще и самой компании. Ведь очень острый, болезненный вопрос вообще по истребованию документов. Очень часто, когда мы получаем требования, там вообще либо не написано, на основании какого мероприятия налогового контроля проводится истребование, и порой бывает даже ссылки отсутствуют на норму 93-й либо 93-й прим, то есть непонятно. И если чувствуете, что вот так вот хитро составлен документ от этого требования и требует большой объем документов, чаще всего на практике столкнутся за три года, то есть, допустим, 18-е, 19-е, 20-е годы, или 17-е, 18-е, 19-е, чуть ли не по всем контрагентам или по большинству из них, нужно понимать, что идет серьезный сбор информации, потому что если это не выездная проверка, потому что не назначена по камералке, тем более, да, скажем, по всем налогам такие моменты не будут истребованы, значит, скорее всего, да, копают. Вот подтверждение моих слов вы сейчас видите на экране очень интересное решение суда по нашему округу, свежее октябрьское, где как раз сами представители налоговой инспекции признались в том, что да, действительно, через требования, которые они направляют к компаниям, они осуществляют сбор доказательств уже, то есть они уже готовы назначить вроде бы выездную, сейчас только нужно какие-то документики подсобирать, либо второй вариант, они собирают документы информации и еще только будут оценивать, а пойти ли в ту сторону, а проверить ли в рамках поездной налоговой проверки или нет. Так вот, в данном документе здесь очень красиво, на мой взгляд, поступили судьи, они сказали, что такого понятия, что проверочный анализ в налоговом кодексе не существует, и то, что дорогие инспектора ссылаются на некие письма ДСП управления по Москве или ФНС, ну, извините, мы эти письма не видели, ни мы, ни налогоплательщики, поэтому ссылаться на письма ДСП, мягко говоря, некорректно, поэтому признали истребование документов в рамках проверочного анализа абсолютно незаконно. Поэтому мотаем на усы. Можно, Наталья, тогда резюмирую, что получается критерии, что под вас копают, это первое, у ваших контрагентов, идут встречные проверки, запрос документов про вас, а действительно ли у вас там было выполнение объемов работ услуг, это первый момент. Второй момент, непосредственно в бухгалтерию компании приходят запросы достаточно объемные, это может быть и за три года, это может быть по десятку контрагентов сразу, и основания для этого запроса не очень определены, то есть это не похоже на камеральную проверку, это не похоже на какое-то точное прояснение ситуации, это прямо такой достаточно большой пласт. А как быть в этой ситуации? Да, вот мы видим прекрасные, свежие, положительные решения суда, что такие действия были не совсем законными со стороны налоговых органов, а как быть налогоплательщику? Там же срок дается в течение 10 дней, нужно подготовить достаточно большой объем, то есть можно ли этот срок затянуть, продлить, можно ли ответить частично и так далее, вот можно вот эти лайфхаки, чтобы было больше с жизнью связано вот то, как делать или не делать, хорошо? Конечно, в первую очередь, когда получается любое требование от налогового инспектора, нужно попытаться его проанализировать на правильное составление, на основании чего требуют документы, какие конкретно документы, ведь не всякий документ, можно там 10 раз направлять, то есть и дальше такой момент, можно в рамках действующих законодательств налогового кодекса продлить срок представления документов, это абсолютно законно, направлять соответствующие уведомления в налоговый орган не позднее одного дня, следующего за днем получения требований. Сегодня получили, да, скажем, завтра уже желательно направить вот это вот уведомление о том, что мы готовы представить документы, но поскольку большой объем документов вы хотите от нас получить, то мы готовы там в течение 20 дней представить. Дальше лайфхак, мое пожелание обязательно с таким уведомлением хотя бы часть документов все-таки представляете. Почему? Потому что продление срока это право, к сожалению, налогового органа, они обязаны, они могут нам отказать, да, а если представляешь часть каких-то документов, вот на личном опыте, на практике, все-таки больше вот на встречу и продляет срок представления документов. Вот такой вот момент, а что касается по продлению срока. Дальше обязательно, ну, желательно проконсультироваться, вот на мой взгляд, с налоговым юристом, да, возможно, с бухгалтером поговорить, руководителю. Насколько вообще обоснованно и законно требуют документы, да, могут ли они вообще требовать то, что они перечисляют. И если мы делаем с вами вывод о том, что все-таки незаконные требования, естественно, мы с вами будем возражать сначала на уровне инспекции, если инспекции нас не услышат, в том числе и управление УКНС в Москве. Следующий шаг, как вот здесь вы видите на кейсе, следующий шаг – это встреча в суде и признавать незаконным требованиям налогового органа. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, что именно это любое, скажем так, грамотное, подкованное, юридическое, обоснованное, да, позиция компании, скажем так, это не страшно, да, это, наоборот, вызывает большее, да, как бы уважение, и налоговые, так сказать, органы, представители налоговых органов начинают с большим уважением относиться к вам, да, потому что, как только, как бы, позиция сверху, и мы, как бы, ой, да, сейчас все дадим, вот так точно не рекомендуем, да, потому что есть, вы видите, даже в суде устанавливается, скажем так, нарушение, да, прав страны налоговых органов, да, превышение своих полномочий. Не надо бояться, ни в коем случае. Да, нужно анализировать, чувствовать себя уверенно, знать, что информация есть, есть точно налоговые юристы, чем хороши, они каждый день отслеживают, помогают, и в реальных ситуациях на стороне бизнеса спасают от много-много, от больших количеств проблем. Это в нашей жизни. Да, если бухгалтерия это делает, может быть, там, раз в три года, да, приходит, а может быть, у кого-то раз, там, в пять лет, да, то налоговый юрист это делает каждый день, поэтому где больше опыта, где больше практики, ну, как бы, ответ очевиден, просто знайте и окажите поддержку вашей бухгалтерии в такой период, потому что любой запрос, вот, отвечающий этим критериям, это повод, как бы, задуматься и грамотно отреагировать. Давайте дальше. Мы сейчас хотели пригласить, да, вот, реальный опыт участника Николая. Вот, спасибо, Николай, за то, что присоединился к нам. Бобрый день, коллеги. Да, да, вот, передаем слово. Расскажите, вот, вы, ну, представьтесь, Николай, да, вот, кто вы, какая была история, какой ваш опыт, вот, чем вы действительно поделитесь, чтобы на эти грабли другие собственники, руководители, там, бухгалтерских служб не наступали. Так, ну, поделюсь своим практическим опытом. У нас сейчас есть активный кейс по взаимодействию с налоговым органом. Я являюсь на протяжении более чем 10 лет уже учредителем и руководителем компании, которая занимается там реализацией рыбы, морепродуктов. Деятельность была организована путем создания нескольких юридических лиц, которые специализированы были по направлениям. И суть претензий налоговой по истечению более чем 9 лет работы нам поступила претензия по поводу возможного дробления бизнеса и предмет баланса, значит, выездная налоговая проверка, целью которой является начисление налогов, и они усматривают оптимизацию в отсутствие деловой цели какой-то реалии. Это коротко обо мне. Значит, что касательно самой выездной налоговой проверки, как она проходила, да, что насторожило, какие мы могут дать рекомендации тоже вот участникам реального бизнеса, как действовать в подобных ситуациях. Значит, конкретно по нашей проверке у нас предварительно примерно за год был предпроверочный анализ, который мы не смогли таким образом определить. Значит, был вызов меня в налоговую для дачи пояснений. Тогда это налоговая аргументировала, как проведение проверки на массовое учредительство и определение реальности существования компании под эгидой борьбы с фирмами-однодневками. Здесь меня взяли в пояснение по деятельности компании, чем они реально занимаются, какое между ними взаимодействие по ключевым контрагентам. И, казалось бы, на этом разговор наш закончился, им понравились все мои ответы, я оттуда вышел также довольный, и полгода мы ничего не вспоминали, пока не начались активно запросы к нашим ключевым контрагентам по поводу формата взаимодействия, контактных лицах, оборотах и сути договоров. Уже просили, по сути, запрашивали в рамках проверочного анализа уже документы первичные и фиксировали их у себя. Далее поступили запросы во взаимозависимые юридические лица, которые относились к нашей группе компаний, и по ним также уже мы были вынуждены давать письменные пояснения. В чем на этом этапе, у нас не было никакого желания в конфликтную какую-то плоскость это заводить, поскольку мы не чувствовали никаких рисков. И мы предоставляли налоговые, даже если это находилось за каким-то пределами их полномочий, а поскольку ничего в этом такого криминального видели, считаем себя все-таки добропорядочными налогоплательщиками. На тот момент у нас все зарплаты были, естественно, белые, все налоги своевременно уплачивались, каких-либо рисков, больших мы в этом всем не чувствовали, а уж тем более после такого представительного разговора в налоговой, где подробно рассказали о нашем бизнесе, вопросов тогда не возникло. И первым предупреждением. Итак, спустя год у нас началась выездная налоговая проверка, которая длилась формально порядка 10-11 месяцев. И под конец срока, когда истекал возможный срок в НПФ в течение года, который длится, у нас происходит десантирование налоговых органов сразу на нескольких объектах. Значит, сразу же насторожил выбор даты. Подвисло немножко, только я не слышу, да, или? Николай, я помню, что это история, что дата была, день рождения Николая. Вот дата была. Наталья, ты слышишь? Нет, я тоже не слышу. И пока Николай подключается, вот замечательно, прямо подметил, мы начали представлять все документы. Не надо все слепо налоговикам представлять. Николай? Николай вернулся. И как раз тут пишут, слушатели, что на самом интересном месте, уж не происки. Да, вы меня тоже повескили. Уточните, пожалуйста, последнее, что было слышно. Да, было слышно, что, как ни странно, пришли с выездной проверкой в несколько компаний в один день, и этот день был совпал. Да, понятно. Этот день совпал по чистой случайности, как они выражаются, с моим днем рождения. Также в этот день проходила выставка, на которую мы презентовали свою компанию, взяли, собственно, несколько там золотых медалей, и таким образом наши объекты, они были неприкрыты, поскольку весь административный состав находился на выезде в этот момент. Был такой элемент неожиданности. И, значит, сразу возил масштаб. То есть у нас в этой операции, можно сказать, принимали участие более 20 человек. То есть одновременно приехали, буквально оккупировали весь офис. Соответственно, также удивило присутствие начальника отдела выездных проверок, личное присутствие, что достаточно редко, как правило, ограничено присутствие инспекторов. В этом связи мы там немедленно тоже связались с нашим адвокатом, который сопровождал нашу деятельность по соглашению и попросили прибыть на место. Далее, значит, момент, когда они приехали, как мы позже стали выяснять, несколько интересных особенностей. Значит, присутствовали понятые, понятые приехали вместе с сотрудниками ФНС на их автомобилях, поэтому есть существенное опасение в их объективности. Все мы знаем практику прикормленных таких понятых, которые формальности ради одни и те же присутствуют постоянно везде и тоже закрывают глаза на всяческие нарушения, которые могут быть в процессе проверки. Сами сотрудники ФНС вели себя крайне агрессивно. Я бы даже сказал, что это ближе, наверное, не к босс, служащим по манере поведения, а больше к каким-то криминальным таким плоскостям, силовыми наклонностями, то есть примерно как действует полиция при захвате, хотя сотрудников полиции не было при эквизите, точнее, ворвались в прямом смысле в помещение, парализовали тут же работу, всех сотрудников практически за шкиру заставили, просто вывели на улицу, очистили офис, сами остались внутри, и в этот момент приступили к так называемой выемке, но по факту на самом деле классифицировать можно как обыск, поскольку в отсутствии полностью людей, в отсутствии понятных, о чем у нас там есть видеозаписи и все прочее, они просто пошли осматривать все тумбочки, личные вещи сотрудников, работал привлеченный IT-специалист, который приступил к взлому компьютеров, то есть они даже не пытались получать как-то легальный доступ, сразу использовали специальные средства, и копировали прям сквозным образом все машины. Соответственно, в результате срыва операционной деятельности, стоит упомянуть, что это все дело началось утром, закончилось глубоким вечером, по факту на сутки деятельность предприятия была полностью остановлена, то есть мы принесли операционные потери в виде неполученной суточной выручки и репутационной издержки по срыву работы по заказам нашими клиентами, многие клиенты не смогли с нами просто связаться, да, и это имело последствия в денежной форме, достаточно сильно выраженное, и это невозможно как-то доказать и возместить в процессе, в перспективе, это нужно тоже учитывать. Далее, что интересно, как я уже сказал, что в несколько мест высадка была, и сотрудники ФНС инновировали всяческую юридическую принадлежность помещений, что важно, то есть мы располагались в здании, где основную площадь арендовали мы и еще находилось несколько других суверенных юридических лиц на правах субаренда, о чем даже были пометки на помещениях, была маркировка на дверях и так далее, но сотрудники ФНС вывели без разбора всех и шерстили по помещениям всех кабинетов, и таким образом выемки они изъяли документацию других предприятий, к которым к нам даже отношения не имели, при этом включили нам ее в опись и требовали, чтобы мы расписались в том, что это они у нас ее как бы изъяли, и спустя даже, кстати, время, спустя полугода оригинала документов поныне они не вернули, то есть они откосилили их, отдали, мы перед контрагентами извинились, в свою очередь писали даже запрос прокуратуры, который был проигнорирован о том, что по сути дела незаконным образом к ним люди без постановления каких-либо законных оснований пришли и изъяли документацию. Что еще хочется сказать? То есть это как бы был шишок, неожиданность, которую даже представить не могли, что именно так произойдет, то есть не было возможности никакой подготовиться, что начнется выездная, то есть вот все это было, сам факт, да, их оккупирование офиса в один день в разных точках. Да, ну предпосылки были, у нас было ощущение, что может быть, мы об этом задумались, посмотрели наши архивы, документы, какую-то лишнюю часть, просто сделали инвентаризацию в офисе, что-то совсем не нужно, мы заблаговременно вывезли там документацию старых переводов, да, такое лишнее, но это было больше только профилактической меры, а не попытки что-то скрыть, да, повторюсь, мы не чувствовали какой-либо угрозы и не чувствовали себя там как-то очень законопослушными себя вполне воспринимали, не ожидали возникновения каких-либо проблем. У меня, естественно, как стори-теллинг, вот чтобы хорошо заснуть, а чем дело кончилось, или оно еще не кончилось, ну вот с точки зрения, когда это было и что на сегодняшний момент, чем можно успокоиться или еще рано об этом говорить? Нет, к сожалению, успокоиться еще, нет у нас возможности, кейс у нас еще в активной стадии, в сроках это все достаточно длинно, вот после проведения вот этой выемки по факту на акт нам был вручен практически спустя год. Ничего себе. Спустя год после вот этих маски шоу, да? После этого мы еще подавали возражения и сейчас мы находимся на стадии ожидания конечного решения уже после доп. мероприятий, которым мы уже в дальнейшем планируем идти в арбитраже оспаривать. Правильно я понимаю, Николай, что вот те многочисленные нарушения, которые были, скажем так, в ходе вот этих выемки документов, что там понятые сотрудников выгнали жесткие вот эти все документы и так далее, то есть ни одна жалоба не сыграла какую-то роль или все-таки есть рычаги, да, давление на нарушение процедур? Значит, в теории, да, Маргарита, вопрос понял, в теории это все работает, то есть мы подавали жалобы, мы подавали жалобы в прокуратуру, в федеральную налоговую службу вышестоящего там управления по городу, но по факту на наши жалобы была отписка и ссылка в основном была на то, что по существу претензий, вы можете что-то сказать не по форме проведения или там пути получения этих там доказательств и всего прочего, говорят, нет, извините, да, понимаем, грубо говоря, что сотрудники переборщили, но важно, что они установили факт налогового нарушения, вы будьте добры по существу, тогда и отвечайте. Вот общая, на самом деле, такая позиция. Посмотрим, как арбитражный суд на это посмотрит. Ну, здесь очень важный такой процессуальный момент, потому что обжаловать действия налоговиков непосредственно в момент выемки, там есть возможность, если я не ошибаюсь, в течение месяца или трех месяцев только. А поскольку у нас уже более года прошло, да, и мы еще не вышли на решение, мы еще не знаем, что идти в суд оспаривать, но по факту мы уже не имеем возможности процессуально оспорить сами действия и путь получения вот этих доказательств. То есть вот это такой произвол, беспредел, можно сказать, который они... Николай, а вот можно спрашивать, если эта информация там не закрытая, а номер инспекции? Это инспекция 30-я. 30-я по Москве. 30-я по Москве, да, 30-я инспекция. Ну, здесь достаточно много организаций. Ну, в принципе, могу поделиться опытом, да, те выводы, которые мы для себя вынесли. Прямо пару минут, да, основные какие-то моменты, чтобы вот действительно на чужих ошибках мы сидержим кулачки, да, и поддержим. Первая наша ошибка, что я рекомендую, это общаться с налоговой до назначения ВНП. Общаться, причем в свободном режиме, не на языке документов, приходить в режиме здорового диалога, самое идеальное, это если у вас есть какой-то знакомый инспектор, с которым вы просто по-человечески можете обменяться там опытом и выяснить цель, интерес в принципе налоговый, потому что это не всегда может быть до начисления налогов. Иногда это может быть профилактика, а может быть и хуже, да, это может быть даже коммерческий заказ со стороны, например, конкурентов, поскольку таким способом, как они заходят на ВНП, они получают доступ ко всем данным в организации, включая вашу коммерческую тайну, все передачи на документации и так далее. Никакого контроля о дальнейшем распространении со стороны налоговой нет. То есть, по сути, вы отдаете все, что у вас есть, и они могут по своему усмотрению эту информацию там о фонах торговать, да, тут вопрос степени коррунтированности тех или на конкретных сотрудников, о чем вы никогда, естественно, не узнаете. В данном случае я бы рассматривал ВНП как метод, в том числе, недобросовестной конкуренции, административного давления, один из рычагов для расправы с неудобными бизнесами, скажем так. Далее, значит, при первых же предпосылках к назначению ВНП предприятий, 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 производить зачистку в офисах. Знаете, когда мы с этим столкнулись, мы удивились, насколько много в себе может дать офис каких-то управленческих документов, файлов на компьютерах сотрудников, что у них там, в принципе, в личных тумбочках может происходить, и представлять большой интерес, не стоит это недооценивать. Я бы рекомендовал, в принципе, регулярную ментаризацию проводить в офисах и технике с привлечением причем IT-спекталистов. В принципе, сейчас упор, вот, кстати, на ВНП был не на документы, а на цифровые носители. То есть, в принципе, в папке, файлы, вся эта информация, сервера, почтовые серверы, все, что с этим связано, это первое, на что они обращают внимание и с чем они работают. Я бы рекомендовал также не хранить архив документации по закрытым периодам, в принципе, в офисах. Сейчас можно создавать внесенные архивы, арендовать какие-то ячейки, и как бы не уговаривала бухгалтерия, что ей удобно иметь там доступ к документам трехгодичной давности, все же я не рекомендовал бы хранить особенную управленческую документацию для внутреннего учета предназначенную. Особенно, то есть ее однозначно надо даже текущую хранить не там, где бухгалтерские документы. Да. Далее, я бы рекомендовал держать защищенным периметром, то есть мы, например, к этому халатно достаточно относились, у нас вход в офис достаточно был свободный, и вот этот момент неожиданности, когда нам буквально ворвались, возможно, сыграл тоже какую-то роль, и было бы лучше, если у нас все двери были бы под замками, или у нас, например, ЧОП охранял, который бы не допустил сразу многовиков, мы сначала бы приехали сами на место и участвовали с первых минут в Инкип, а так они там орудовали без нас, как я уже раньше говорил, всех выгнали, и они что-то делали внутри. Здесь возможен подлог документов, копирование файлов, к слову сказать, они жесткие диски использовали для копирования, которые были не опечатаны, никак не удостоверялось о том, что они были пустые до того, как мы начали, и что там отсутствует какое-либо ПО, не будем исключать, что есть возможность на компьютер доустановить специальное программное обеспечение, которое будет мониторить и в дальнейшем передавать данные. Далее, я бы рекомендовал не быть слишком дружественными, мы привыкли не обострять там ситуацию при общении с налогами органами, здесь надо знать четко свои права и протестовать в моменте, не давать инициатив на каких-либо данных, которые они просят, они приезжают на ВНПП с постановлением, там четко поименовано, что именно они могут запрашивать, в каких организациях, и эту позицию надо отстаивать на месте. Напомню, что у нас агрессивно достаточно себя вели сотрудники, у нас там буквально чуть не дошло до физических воздействий, адвокаты, которые протестовали, они вообще сказали, что мы сейчас тебя за шкирку вообще выкинем просто на улицу и будешь там сидеть, да, то есть вот настолько это все брутально проходило, поэтому я бы рекомендовал максимальную огласку сразу делу приводить, если они приехали без сопровождения сотрудников полиции, то вызвать полицию на место, ставить удостоверение, например, в нашем случае из 20 человек представили все удостоверение, предъявили только 3 человека, кто были остальные люди, мы не знаем по ныне, возможно, кто угодно это мог быть, грубо говоря. В принципе, если вы в себе уверены, и компания достаточно крупная, и у вас есть связи какие-то с прессой, было бы неплохо сразу журналистам потянуть, потому что ничего так лучше не успокаивает сотрудников в работе, чем объектив видеокамеры, который фиксирует все их действия, не представляет, насколько по-другому начинать разговаривать. Очень полезно наличие видеонаблюдения во всех ваших точках с удаленной записью того, что происходит, в линейке защищенной бокса, куда они не смогут добраться и обесточить. Потому что в нашем случае это помогло, у нас есть все видеосвидетельства произвола, которые у нас происходили на видеокамерах со всеми лицами, с аудиозаписью, на дорожке, которую мы планируем дальше в суде уже предоставлять просто для оценки объективности уже судей принятия справедливого решения. Хорошо, Николай. Давайте еще два слова буквально закругляемся. У нас там продолжение темы, чтобы хватило у всех не только на ужас ужасный, да, и на ваш опыт очень полезный, кстати. Что там, вот прям последняя капля, какая здесь может быть? Последняя капля, не рассчитывайте на сотрудников. Для сотрудников это гигантский стресс. У нас многие буквально психологические травмы остались после этого и стрессовщики не могли там работать еще эффективно в течение пары недель. А в завершение хотел бы сказать, что надо понимать, что вообще назначение ВНП, оно связано с одной единственной причиной. Налоговые это руки для наполнения бюджета. Если они к вам идут, то их единственная задача это максимально вам-то начислить, запугать, с тем, чтобы вы это дело выплатили. Поэтому не будем забывать, что они в этом случае нам не друзья, а они приходят, чтобы там с противоположной целью. Да, да. И с позиции, что предприниматели точно чего-то там скрыли и точно нечестны на руку в этом ключе. К сожалению, это вот... исключительно через призму законности и отстаивать свои права. Спасибо огромное. Спасибо большое, Николай. Я вижу, что участники спрашивают, поскольку мы немножко выбиваемся из тайминга. Наталья, тебе прямо 30 секунд резюме, что-то есть, что добавить, чтобы не повторять очень важный пример реальный, который сказал Николай. Вот прям два-три акцента в течение минуты и мы пойдем дальше. Николай, спасибо. Вот буквально типичная ситуация. Нужно понимать, что выемка и допросы это всегда в ходе выездной налоговой проверки, поэтому важно, вот правильно Николай сказал, что именно работать в моменте. Вот началась... К допросу надо быть готовым с кем-то, допустим, прийти. Если это выемка, то тоже работать все-таки в моменте. Текстировать все нарушения. Да, к сожалению, на сегодняшний день суды вообще к нам глухи в плане того, что есть нарушения, инспектора нарушили то, но, к сожалению, не слышат нас. Не видят существенности момента. Поэтому все фиксировать, все отмечать и потом уже использовать против налоговой инфекции. Хорошо. Спасибо большое, Наталья. И я передаю слово Легоньковой Ольге. Ольга как раз, скажем так, у нас представляет позицию аудиторов. Кто такие аудиторы? Я думаю, что у каждого своя картинка, когда говоришь аудитор. Вообще хороший аудитор, классический аудитор, это, скажем так, внешне независимый контроль, который защищает интересы собственника, который помогает заранее найти недостающие документы, неправильность в учете, подсказывает бухгалтеру, как это делать лучшим образом, так называемое перекрестное опыление. Потому что аудиторы каждый день отслеживают новшества в законодательстве, это люди, которые с огромным опытом или сначала в бухгалтерии, или которые изначально себя посвятили тому, как построены методологии учета, чтобы наилучшим образом отражать движение денежных средств и товаров, и услуг в самой организации. Поэтому такой частый вопрос, который задается собственнику, что обороты растут, выручка растет, а прибыль или на бумаге и денег как бы нет. Почему такое бывает? И даю слово Ольге Легоньковой, нашему аудитору-методологу компании Проэст Аудит, задача которой подсказать, где выход, где деньги. Здравствуйте, всем добрый день. Сегодня я расскажу таких два показательных момента, с которыми мы обычно встречаемся частенько. Первый вопрос, который волнует практически всех собственников, если они с этим столкнулись, как такое возможно, что прибыль есть, а денег в компании нет. На самом деле это возможно, я расскажу конкретный кейс сегодня, который у нас случается, периодически, но он такой более-менее показательный. В нашу компанию обратился собственник компании, которая занималась производством кондитерских изделий. Это были конфеты, шоколадные конфеты и так далее. Как раз с вопросом о том, почему прибыль у него есть, то есть в отчете финансовых результатов, а денег на расчетном счете нет. По результатам мы провели следующее. Это достаточно распространенная ситуация, которая имеет определенные причины. Во-первых, мы начали с того, как аудиторы, что провели анализ структуры бухгалтерского баланса и анализ отчета финансовых результатов. Естественно, мы берем отчет о движении денежных средств, смотрим, как ходят денежные потоки в компании. Здесь в ходе анализа бухгалтерского баланса в принципе уже можно понять какие-то первые звоночки, что происходит в компании, какие есть нюансы, каким образом построена структура в смысле активов, пассивов, дебютерской задолженности, если это торгующая компания, то запасов и так далее. И провели анализ основных финансовых показателей деятельности компании. Здесь этот анализ достаточно известный. Мы берем определенные показатели оборачиваемости, смотрим, какие у нас получаются фактические показатели, на основании этого делаем определенные выводы. Что получили мы в результате? Это достаточно частая ситуация, когда в компании присутствует слабый контроль за определенными показателями, которые приводят к отсутствию денежных средств. В данном конкретном случае мы выяснили то, что в компании был слабый контроль за истребованием дебютерской задолженности. Что значит? Это значит, что масса дебютерской задолженности нарастает, истребований ее не происходят, актив вроде бы повышается, структура баланса в части оборотных средств растет, вот все прекрасно, но у нас нет денежных средств, потому что истребования этого не происходят. Второй момент, который мы выяснили в ходе работы своей по этому заданию, это некорректная работа менеджеров по закупкам сырья, которая использовалась для производства продукции. На складах вследствие того, что менеджеры работали недостаточно корректно, скапливалось определенное количество запасов, которое не использовалось должным образом. То есть это количество запасов сырья не успевало проходить в производство и не успевало соответственно оборачиваться в денежную массу после того, как происходил выпуск продукции. Таким образом, те запасы, которые скапливались на складах, они не успевали превращаться в выручку. То есть таким образом деньги, отток денежных средств происходил, закупки были, но использование, то есть оборот этих запасов сырья, которые непосредственно участвуют в производстве, он не происходил. И еще один момент, который также часто происходит в таких случаях, были изучены договоры, которые поставки с нашей стороны, наша выручка, и было установлено, что у нас были невыгодные условия договоров поставки. То есть у нас продукция поставлялась в условиях отсрочки, таким образом это очевидно, что денежные средства поступали с определенным перерывом, с разрывом, то есть сырье даже, которое было, использовалось, но в итоге денежной массы не поступало. Что по результатам нашей работы сделал собственник? Естественно, первонаперво была пересмотр работы менеджеров по закупкам, то есть были приняты определенные управленческие решения, связанные с закупкой сырья, которые помогли нам оптимизировать, то есть запас сырья, который у нас хранится на складах и посмотреть, что нужно пустить в работу, что можно оставить, какие закупки следует приостановить, какие наоборот возобновить или увеличить. Это первое, самое главное, то есть это бизнес-процесс, который связан с закупкой. Второе, было сделано, произведен в принципе анализ бизнес-процессов, который происходил по оттоку денежных средств, это как бы оптимизация, уже ближе к такому понятию. Связано было это с теми результатами, которые мы выдали по анализу отчета движения денежных средств. Таким образом, в связи с первым пунктом была налажена взаимосвязь и оптимизация оттока и притока денежных средств произошла, то есть собственно их сделал определенные выводы на основании тех предложений, которые мы сделали. Следующий шаг был введен в штат юрист, которому была поставлена вменена задача постоянно отслеживать дебюторскую задолженность, работать с этой дебюторской задолженностью. Что он делал? В его обязанности входило составление претензий по невостребованной дебюторской задолженности, а также контроль сроков по договорам, которые уже заключены, например, которые уже были просрочены. На самом деле введение в штаты юрист, особенно в компаниях, где достаточно много покупателей, например, какая-то розничная торговля, и где мы работаем с физическими лицами, это большой серьезный шаг, и я рекомендую всем это сделать. То есть человек, который будет работать с дебюторской задолженностью, контролировать ее, чтобы эта масса не наращилась, потому что бухгалтерия зачастую просто физически не может ее сконтролировать. хотя юрист часто работает в взаимосвязи с бухгалтерией, здесь предоставляется с одной стороны, с другой стороны информация, юрист проводит определенную работу. Ольга, а можно я немножко разбавлю, задам вопрос, чтобы так поживее это было, а вот цена вопроса, ведь держать специального менеджера, который отслеживал задолженную дебюторку, держать специального юриста, вызывать аудиторов, чтобы они проверяли, помогали и так далее, это все тоже влетает в копеечку, соответственно, как любой собственник, предприниматель спросит, а мне это для чего, цена вопроса какая. Вот в этом примере можно начать цифрами оперировать, потому что много букв, а я хочу немножко сократить текст и добавить конкретные цифры. Было-стало, что вот эти все движения, они привели к тому, что было там высвобождено, найдено столько-то, столько-то денег. Можно? Я хочу сказать, что конкретные цифры я могу назвать, например, я просто помню четко, что это было сокращено где-то порядка чем в два раза, то есть если, например, у меня дебюторская задолженность составляла 400 миллионов на конец прошлого года, то по итогам работы, которую мы провели, она составила 200 миллионов. Супер, в два раза сократить задолженность, это круто, то есть это деньги на расчетный счет, которым можно распоряжаться. Конечно, это чисто работа юриста, на которую, в общем-то, ну, юрист, это такая юридическая работа конкретно в этом случае, она не стоит дорого, да, то есть это определенный штатный юрист, который может быть даже у вас уже есть такой юрист, который... просто задача вовремя направлять письма, так сказать, в крайнем случае, там, да, какие-то судебные моменты, то есть все это технически, и на это реагирует, видите, как намного лучше, чем на просьбу менеджера, верните деньги, или когда вы заплатите, да, то есть если несколько раз отвечают неопределенно, ну, тогда нужно красиво юридически оформленную бумагу, вот, что если в такой-то срок это не произойдет, ну, значит, тогда следующие шаги запускает судебный процесс, мы сейчас живем в прозрачном мире, а никто не хочет портить себе статистику в том же контрфокусе, да, где показывается, сколько судебных решений на той или иной компании висит. Оль, давайте ускоримся суть, потому что мы... Ускоряемся, да. Да, еще у нас есть разные интересные темы, прям вот... В итоге сейчас буквально в двух словах расскажу, что у нас получилось, естественно, у нас изменилась структура отчетности, естественно, у нас сократился объем тех запасов, которые не использовались, сократился объем дебиторской задолженности, повлияло в основном на отчеты о финансовых результатах, то есть мы увидели, что определенные результаты есть плоды, отчет о движении денежных средств стал другим совершенно, здесь, естественно, повышалась денежная масса, которая остается на расчетном счете, здесь все очевидно. Второй пример, более такой показательный, потому что мы работали во время аудиторской проверки, у нас было расширенное задание поиск резервов по оптимизации налоговой нагрузки. Я здесь в кейсе в этом привела конкретный пример, который мы буквально недавно столкнулись, но я уверена, что этот резерв есть у многих. У нас был проведен анализ расходов компании, у нас была комплексная проверка, там была и налоговая нагрузка, и изучение структуры по налогообложению, по налогам. Что выяснилось? Мы, естественно, нашли, то есть был выявлен резерв, который, в общем-то, есть у всех, просто надо поискать. Была возможность снижения нагрузки по налогу на прибыль при помощи создания оценочного резерва на оплату отпусков. Это очень просто, элементарные вещи. Я сейчас покажу на цифрах, это конкретные цифры, которые в последний раз у нас были. Почему этот резерв всегда существует? Потому что бухгалтера, главное, боятся его создавать, в связи с тем, что они считают, что это сложности какие-то в расчете, сложности потом в соединении этого бухгалтерского налогового учета. На самом деле, в этом нет ничего страшного. И если ваш бухгалтер достаточно компетентный, вот в этом случае мы проговорили эту ситуацию с главным бухгалтером, она с этим согласилась. И вот посмотрите на цифры, что резерв у нас был найден в размере 40 миллионов. Это очень существенная сумма. То есть, если бы компания создавала этот резерв по оплате отпусков, то она могла бы сэкономить 8 миллионов по налогу на прибыль. В год, да? Мы говорим 8 миллионов в год. Конечно, в год. Но, естественно, мы в прошлое уже не можем шагнуть, мы можем сейчас только на будущее смотреть. И при этом отмечаем, вот здесь я тоже посмотрела, посмотрите, указала, что конкретно в этой компании всего 160 тысяч рублей стоила аудиторская проверка. То есть у нас в ходе... То есть соотношение вложения и полученных результатов, оно просто на несколько порядков... Да, я конкретно этот пример привела, потому что здесь очень это был большой разрыв. То есть, ну, бывает по-другому разрыв, но здесь был просто колоссальный. То есть в ходе проверки аудитор просто нашел этот резерв, который лежал на поверхности, мы его просчитали, в следующем году люди сэкономят 8 миллионов. Поэтому мы, в общем-то, призываем всех не бояться искать резервы и приглашать нас в том числе для того, чтобы мы их нашли. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо большое Ольге. Всего лишь два маленьких примера. Таких примеров, на самом деле, у нас там порядка 50 аудиторских проверок в компании проведут аудиты в месяц. И в каждой из этих 50 мы, с одной стороны, находим резервы. И из этих двух примеров, на самом деле, их там десятки и десятки. Когда можно улучшить что-то в учете. И главный момент, который мы делаем, не допустить тех показателей, которые вызывают излишнее внимание налоговых органов, как мы разбирали в первой части, где делился Николай своим опытом, который был. Не допускать налоговых рисков, грамотно реагировать, потому что я сейчас вам, раз мы затронули тему, роль аудита перед тем, как у нас будет выступать следующий спикер, покажу на нашем сайте. Видна сейчас демонстрация экрана? Что на самом деле есть, скажем так, ключевых три вида аудита. Есть классический финансовый, обязательный аудит, результатами, которые являются аудиторское заключение, какой-то обзор замечаний, что можно изменить, улучшить. Вот то, что говорила Ольга, обзор финансового состояния рисков. То есть это такой чекап, минимальный вид аудита, финансовый, когда акцент все-таки на отчетность, на анализ, на какие-то яркие риски и так далее. Вот здесь достаточно легкая идет проверка, минимальная выборка, акцент делается на бухгалтерский учет. Это хорошо, когда вы абсолютно уверены, что с налоговым учетом все хорошо, вы не ждете налоговых проверок, все замечательно. Там вот 150 тысяч, 150-200 примерно стоит. Дальше все-таки аудит, который защищает вас с двух сторон, называется комплексный, когда проверяется не только бухгалтерская отчетность, финансовая, но и налоговая. Смотрится отчетность, налоговые риски, вся документация. И здесь как раз, видите, добавляется анализ скрытых налоговых рисков и финансовых резервов. То есть много ли вы платите налогов или слишком мало, и какие оптимальные варианты позволят вам законным образом сэкономить и гарантированно вычистить все риски, чтобы не иметь уязвимости с точки зрения налогового учета. Вишенкой здесь является ответственность по договору аудиторов, что в течение трех лет на 10 миллионов рублей застрахованы те претензии, которые по этому периоду могут быть у налоговых органов. И дополнительно идет страховка ингустраха. И самой мощной, наверное, скажем так, защиты, когда вы чувствуете, что возможно будет налоговая проверка, что вы не хотите в течение трех лет переживать по этому периоду. То есть аудиторы могут не только проверить, выдать заключение, подтвердить отчетность, и дать рекомендации. Но и, скажем так, сделать это с максимальной выборкой, то есть практически всю деятельность компании охватить. И здесь добавляется еще помощь налоговых юристов, полное сопровождение в течение трех лет, то есть за счет нашей компании. Поэтому цена и ценности аудитов разные. Вот всегда можно выбрать от самого легкого до самого мощного варианта, который будет и помогать вашей бухгалтерии, и защищать вас, как руководителя собственника от каких-то или рисков, или неэффективных моментов, которые обычно бывают с учетом нашего непростого законодательства. Итак, я бы хотела пригласить в студию, наверное, Людмилу Круглову. Людмила у нас готова. Мы хотели проговорить про, скажем так, как эффективно обновить структуру бизнеса, как защитить активы. Вот Людмилу пока не вижу в студии. Попрошу сейчас организатора. Если есть пока вопросы, которые касаются предыдущих спикеров, пожалуйста, я смотрю ваш чат. Вот здесь Ефим спрашивал по кейсу Николая. Как действовать, когда это коммерческий заказ? Был, собственно, налоговая проверка, как заказ. Что сделать? Собирать доказательства, снимать на видео, обжаловать эти решения. Я здесь могу сказать, что на сегодняшний день есть много открытых, горячих линий и в защиту, и поддержку прав предпринимателей. Я являюсь, в частности, общественным уполномоченным. Это такая общественная деятельность, когда позиции омбудсмена собирается факт нарушения интересов и прав налогоплательщика. И эта информация идет на рассмотрение в ту же прокуратуру и в другие органы, чтобы не было такого прессинга. То есть сейчас действительно в цифровую прозрачности и журналистов можно подключать, и соцсети, и омбудсмены по защите прав предпринимателей, Татьяна Минеева по Москве, Борис Титов по России. Все это происходит. Для того, чтобы предприниматель не чувствовал себя одиноким, и была у него поддержка достаточно мощная. Наталья, я тебя прошу пока добавить что-то, что в части вопросов было. Пока мы ждем Людмилу Круглову. Мне написали, что одна минута, она подключается. Да, я думаю, что у меня много что вообще есть рассказать. Так, ну, первую очередь. Знаете, что хочу еще? По поводу досмотра, осмотра и выемки тоже хотела добавить. Нужно действительно понимать, чтобы защитить себя лично и компанию, процедурные моменты. Я сейчас в чат всем обязательно сброшу информацию. У нас есть отдельные шпаргалки по осмотрам, по выемкам, по допросам. Кстати, что касается допросов, к ним, конечно же, нужно обязательно готовиться. Нужно понимать, что любая выясненная налоговая проверка, это обязательно будут допросы. Допросы у нас регулируются статьей 90-й налогового кодекса. Допросы, кстати, могут длиться достаточно долго. Есть перечень таких вот типичных вопросов, которые задают руководителям в ходе допросов представителями налоговых инспекций. Как вы выбирали контрагента? Знаете ли вы, чем они конкретно занимаются? Чем конкретно занимаются ваши компании? Как построен бизнес? То есть как непосредственно вы ведете теленые взаимоотношения? То есть что это за вопросы? Прощупывают, насколько вообще сам руководитель, в курсе, что происходит на факт реальности и следующие моменты, в курсе ли он, что происходит внутри компании с контрагентами. Я смотрю, у нас как раз Людмила вышла, да, сейчас? День, коллеги. Меня слышно? Да, Людмила слышно. Я так понимаю, что Людмила разбирается с камерой. Если что, можно презентацию отправить Юле Мустафиной, и Юля ее откроет с демонстрацией, если не получается сделать. Или получится? Я думаю, что все получится. Хорошо, да, Людмила пока настраивает. Наталья, спасибо большое. Вот если, вот тут продолжается диалог от Ефима в чате, да, де-факто доказать факт заказного характера проверки практически невозможно. Да, ведь вы же не видели договоренности про этот заказ, да, вот, и передачи средств денежных, ну и так далее. Вот, с другой стороны, сотрудники ФНС действуют при поддержке закона и опираются на формальные предпосылки для начала выездной налоговой проверки. Ну, что здесь сказать? Ну, да, к сожалению, есть такой момент, если прокомментировать, что доказать заказной характер проблематично бывает, потому что не всегда у вас эта информация, доказать, что это действительно безусловные доказательства, ну, практически, к сожалению, невозможно. Поэтому, ну, как рекомендация, если с кем-то не согласны, нужно сжать больше, наверное, на то, что вы не согласны с самим решением итогового налогового органа и потом просто обжаловать его в высшестоящий налоговый орган и в судебном порядке. Это будет правильно, грамотно, но незнакомо. Да, да, да. То есть здесь на каждом этапе максимально использовать, защищая свои права, да, используя знания экспертов в той или иной области и не поддаваться тому, что есть. Конечно, нужно вообще вот часто раньше, где-то, наверное, где-то в 18-17 годах характерно было чем? То, что руководители, бухгалтеры, они часто говорят, лучше не спорить, да, а если что, вот у меня есть там свой человек в инспекции. Ну, по первому моменту я считаю, что в скорости всегда надо, если, тем более, ты уверен в своей правоте и есть профессиональная поддержка. Второй вариант, что у меня есть свой человечек в инспекции, это, конечно, безусловно, замечательно, но на сегодняшний день экспериментируют проверки перекрестные, другая инспекция может прийти, и в будущем это будет сплошь и рядом. Ну, я здесь скажу, что вот исходя из опыта, да, я тоже общаюсь сейчас с предпринимателями, не получается, да, и если там сколько-то лет были какие-то договоренности, да, и удалось там предотвратить или передвинуть выездную налоговую проверку, потому что, ну, был плотный контакт со своим налоговым инспектором, то налоговые органы тоже про это знают, да, там тоже идет внутренняя борьба с коррупцией, поэтому то, что говорит Наталья, это не то, что может быть, это уже в 99% случаев выездная проверка назначается перекрестно, да, для того, чтобы не было, скажем так, возможности информирования, да, друг друга и отодвинуть, скажем так, саму проверку. В идеале, вот, на сегодняшний день действительно лучше быть уверенным в себе, вот, проводить профилактику этих рисков, и тогда зона уязвимости будет сильно и сильно меньше, и вы себя будете чувствовать и уверенней, вот, и не переплачивать налогов, и резервами законными пользоваться. В общем, здесь как бы одни плюсы, вот, если работает компания в долгую, вот, то мы видим по спросу на наш аудит, если года три назад процентов 70, там, заказывали лишь финансовый обязательно аудит, и только 30% хотели добавить налоги, вот, и навести там порядок, то сегодняшний момент ситуации наоборот, порядка 70% компаний понимают давление со стороны налоговых органов, и то, что вся информация прозрачная, и она сохраняется, да, в этом поле, и заказывают как раз комплексный аудит, когда сочетают не просто порядок в финансах, да, но и в налогах, вот, ну, и добавляют еще к этому страховку и защиту от налоговых претензий, и получается такой хороший продукт, который и порядок даст, и уверенность от внешних угроз. Наталья, спасибо, все, тогда представляю Людмилу Круглову, Людмила у нас практик и юрист, да, в компании Лемчик Крупские партнеры, вот, и поделится сегодня самыми востребованными, скажем так, темами, да, которые волнуют собственников, все-таки, там, черная или налоговая оптимизация, да, или это здоровое структурирование, где вот эти вот зоны повышенных рисков, а где можно действительно четко и уверенно отстоять свою позицию, вот, поэтому все мы хотим сэкономить так, чтобы нам ничего за это не было, вот, и здесь рецепта единого для всех, ну, как всегда, не будет, да, чтобы не было ожиданий, но при этом тренды и моменты, которые могут помочь в правильном направлении двинуться и не ходить в тупиковые ситуации, я думаю, что Людмила нам все не раскроет и затронет и дробление, да, потому что уже есть прекрасная судебная практика, как и в пользу, так и напротив налогопотельщиков, и по вопросам, конечно, активов, потому что все мы знаем про субсидиарную ответственность, да, что это персональная ответственность, да, за претензии налоговые, которые ложатся на плечи непосредственно и директоров, и собственников, и даже иногда главных бухгалтеров. Людмила, готовы? Да, готовы. Все, передаем микрофон. Демонстрация экрана идет, насколько я понимаю? демонстрация экрана видна, звук идет, вопросы какие-то, если будут появляться в чате, прошу вас активно их задавать, буду что-то добавлять, чтобы оживлять наш диалог. Спасибо, Людмила, начинайте. Да, я являюсь руководителем практики компании «Лемчик-лубские партнеры», практики, которая так и называется структурирование бизнеса, и наша практика, скажем так, является таким комплексным лечащим врачом, который помогает нашим клиентам, нашим бизнесам, во всех областях их деятельности работать наиболее эффективно и безопасно. Конечно, самое основное, скажем так, ядро, вокруг которого мы всегда строим наши проекты, это вопросы налоговой безопасности, потому что один из самых главных сейчас наших оппонентов у бизнеса, это все-таки, к сожалению, государство, и именно защититься от претензий со стороны государства в лице налоговых органов, это одна из самых... Так, у нас Людмила завис звук, если что, можно Людмиле отключить видео, если будут проблемы с интернетом. Давайте я отключу. Да, 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 чтобы у нас... Тогда акцент на сами примеры, да, мы их видим. Так, отключаем. Угу. Давайте про примеры, окей. Людмила, вас не слышно. Я вижу, что микрофон у вас включен, что-то со связью у нас. Давайте ждем совсем верим, что все наладится. Людмилы, большая интересная презентация, мы уже на много раз проводили совместный разбор примеров, которые... Да, Людмила, что ты... Да, вы скачали этот самый разгон вообще. А просто вы зависли на какое-то время, поэтому отлично. Видим. Да, демонстрация экрана, отлично, погнали. Итак, чем отличается... Давайте начнем сразу с места в карьер. Чем отличается нормальное, здоровое структурирование бизнеса от черной налоговой оптимизации? Самое главное отличие от налоговой оптимизации состоит в том, что структурирование это не только об экономии на налогах и не столько об экономии на налогах. Цель структурирования, выстраивания грамотной структуры совершенно может быть разной. Это и правильное распределение долей между разными собственниками, если их в бизнесе несколько. Это правильное, эффективное управление группой компаний. Это повышение экономической эффективности работы структуры в целом. Это распределение ответственности и рисков между разными топ-менеджерами между разными собственниками. Это защита активов, если бизнес предполагает использование дорогостоящих активов, там, землю, недвижимость, дорогостоящие оборудования и так далее, и так далее. И вот помимо всего этого прочего, иногда в качестве бонуса идет некая налоговая экономия, которую можно достигнуть благодаря тем или иным инструментам, используемым в структуре. Соответственно, черная оптимизация, это вот дробление радиодробления, это использование каких-то схемотехнических историй, никакой иной цели, кроме как экономии на налогах, не предполагает. И вот здесь надо четко понимать, экономическая эффективность компаний, конечно, зависит от того количества налогов, которые мы уплачиваем. Но если мы говорим, что мы хотим добиться экономической эффективности, то есть снизить налоги, вот так позиционировать свои цели во внешний мир, и тем более в налоговую нельзя категорически. Кроме того, следующее главное отличие оптимизации в самом худшем его проявлении от структурирования состоит в том, что оптимизация предполагает отрисовку всех, скажем так, действий движений и так далее только на бумаге, не предполагая практически никакой реальности. Когда же мы говорим о структурировании, мы говорим о том, что у нас действительно происходит то, что мы задуманы. Если мы задумали реализовать франшизную модель, у нас действительно будет франшизная модель, это будет договор, это будут роялти, которые будут соответствовать рыночной стоимости, каждый франшизи будет независим в той степени, которая ему позволена в рамках франшизного договора и так далее. Соответственно, у каждого будет свой персонал, независимый и так далее. То есть нормальное здоровое структурирование предполагает обязательную реалистичность всего происходящего. И эта реалистичность не только будет подтверждена документами, но она будет подтверждена показаниями свидетелей, если до этого дойдет. Ее можно подтвердить с помощью каких-то публикаций в СМИ, которые мы запускаем. Мы расширяем франшизную модель, например. Или мы позиционируем соответствующую историю на своем сайте. Наверняка, если вы заходили на сайты каких-нибудь сетевых ритейлеров, какая-нибудь марка косметической продукции у Аля и Фраше, либо какие-нибудь сети кофейн, либо еще что-то наверняка где-нибудь видели для потенциальных франшизи. И дальше проваливаетесь страничку, что нужно, чтобы сделать франшизи у данной конкретной сетки. Соответственно, вот такие моменты, они очень подтверждают факт того, что мы действительно реализуем конкретно такую модель. Франшизи франшиза это такая самая популярная история, самая показательная история, когда мы говорим о в частности дроблении. И вот если говорить о том, как неправильно делать дробление, как совершить все ошибки, какие только можно совершить, можно посмотреть дело, номер которого приведен на экране. Это как раз таки антикейс так называемый. он уже доведен до федерального арбитражного суда и в фасе налогоплательщик также проиграл. Налоговая осуществила доучисление более 60 миллионов рублей с учетом всех штрафов и пений, доказав, что конкретная сеть Нигири была на самом деле искусственно создана, искусственно подробленно. Самый главный идеолог и выгодоприобретатель всей этой истории это некий ИП Леонов, который создал сети с нескольких индивидуальных предпринимателей, нескольких ООО, нескольких производственных кооперативов. Даже налета реальности во всей этой истории у него не было. Общие стандартные истории, общие работники распределенные сугубо формально между работодателями, общий бухгалтерский учет в одной базе велся, общая инкассация, перемешку кассовые аппараты, единый бренд, ничем собственно не подтвержденный, единые бонусные системы, акции, скидочные карты и так далее. Была в том числе прямая взаимозависимость и так далее, и так далее. То есть если почитать решение апелляционного суда, лимфаса, там все прекрасно расписано, как по полочкам. Скажем так, когда мы работаем над структурами с нашими клиентами, вот эти все маркеры, ну скажем так, если выделить укрупненно, то порядка наверное 10-12 основных позиций, основных моментов, которые обязательно нужно избегать, обязательно нужно закрывать, если мы не хотим, чтобы нас обвинили в дравлении. По сути дела, даже реальная структура, если она выстроена неправильно, если в ней есть какие-то слабые места, может оказаться под негативной ситуацией, когда к ней предъявляют претензии, говорят, что эта структура создана исключительно с целью получить необоснованную налоговую выгоду. И вот очень часто мне задают вопрос, когда мы общаемся с клиентами относительно дробленки, а собственно как меня могут найти? У меня несколько юридических лиц, они формально друг с другом не взаимозависимы, или взаимозависимы, но они такие маленькие, разве на меня обратят внимание, как вообще сейчас на практике происходит выявление налоговыми органами схемы в виде дробления. Я должна сказать, что на самом деле, если говорить о тенденциях, сейчас дробление это не самая большая тема, которую проверяют налоговые органы, но она планируется стать таковой, то есть все наши общения с налоговиками и в принципе даже выступления их в открытом эфире говорят о том, что мы с Андресом практически разобрались, вот сейчас семнадцатый год, последний год, когда люди более или менее активно оптимизировали НДС, он сейчас у нас уходит по окончании двадцатого года из периметра проверок, соответственно дальше мы будем проверять налог на прибыль, будем проверять упрощенки, будем выявлять дробление, ну помимо каких-то других интересных историй. Так вот, на автомате как с НДС сейчас выявление дробленки еще не работает, поэтому можно выделить три основных направления, по которым налоговики выявляют дробленку и понимая это, можно, скажем так, снизить риск того, что предпроверочный анализ выявит эту ситуацию или посчитает, что у нас именно такая ситуация, незаконное дробление и захочется ввести в отношении нашего бизнеса проверку. Итак, первая, самая на настоящий момент часто встречающая ситуация, это когда выходит на проверку компанию на общей системе налогообложения, проверили ее, нашли разрывы, еще что-то, накопали какую-то фактуру, вышли с проверкой и тут в рамках анализа документов изъяли компьютеры, пообщались с сотрудниками в рамках допросов и выявили вот такую группу компаний, тут упрощенка, тут имененка, оказалось, что все вот так красиво, соответственно, помимо НДС можно еще начислить налог на прибыль НДС именно в связи с незаконным дроблением. Сам предпроведочный анализ может найти достаточно легко дробленку в том случае, если у нас имеется юридическая взаимозависимость общей генеральной директора, общие учредители, либо связь по каким-то иным критериям, который лежит на поверхности. Ну и фактическую афферированность выявить сложнее всего, для этого требуется более глубокая аналитика, анализ движения денежных средств, анализ сайта, какой-то другой информации СМИ. Соответственно, под этот критерий пока он не автоматизирован, меньше всего проверок у нас попадает, вернее, налогоплательщиков попадают в проверки именно по этим причинам. Поэтому, если у нас отсутствует юридическая афферированность и мы, скажем так, провели определенную правовую гигиену, обеспечили реальность и так далее, то, в принципе, попасть в проверку по основанию дробления у нас уже шансов гораздо меньше. Мил, а можно пока перешли к другому слайду на вашу позицию как эксперты, которые непосредственно в этой сфере специализируются. Наш участник пишет, что вообще интересно, что действительно предприниматели еще верят в схемы, которые только на документах оформлены и думают, что жираф это слон и что суд на основании бумажек будет им верить. Давно уже смотрят судьи на суть процесса, на сами действия, а не то, как это оформлено на бумажках. Вы можете сказать примерно из 100% сколько предпринимателей, которые вы встречаете на мероприятиях, которые приходят как клиенты или которых вы находите, сколько из них верят, что схема может быть на бумаге и этого достаточно. Вот это заблуждение в каком проценте вы как эксперт чувствуете сейчас на рынке? Вы знаете, проблема в том, что чисто теоретически все прекрасно понимают. И когда просто общаешься с людьми, что все должно быть не на бумаге, все должно быть реально и так далее, все соглашаются, конечно, мы все понимаем, мы тоже читаем новости, тоже отслеживаем судебную практику и так далее. Но когда мы сталкиваемся в реальности, мы выходим в проект и говорим, вот смотрите, вот здесь у вас на визитке написано, что вы директор, но вы же не могу не написать директор, если это скажется на моей репутации и не смогу ничего продать. А вот здесь у вас в фейсбуке написано, что вы работаете в этой компании, а мы же хотим показать, что вы в ней не работаете. если я сейчас уберу вот эту надпись из своего фейсбука, от меня половина моих подписчиков подпишется и вообще пойдет слух по рынку, что я вот здесь ушел и с этой компанией больше не сотрудничаю, это будет ай-яй-яй. Ну и так далее. То есть на самом деле самое сложное это не повредить процессам, потому что люди все все понимают, но процессы в большинстве случаев настроены так, что просто обрезать все и сделать красиво, это значит, что понизить эффективность взаимодействия с клиентами, это значит уронить свою репутацию на рынке и так далее. Поэтому наша задача вот здесь вот скрестить извините бульдога с носорогом и получить какую-то красивую зверушку, которая удовлетворит в результате налоговый суд. И в принципе с учетом нашего опыта нам чаще всего это получается. Да, из зоны комфорта иногда клиентам приходится выходить, но здесь мы уже взвешиваем налоговые риски, которые могут быть очень большими, и эффективность, которая может чуть-чуть подупасть, но с учетом понижения налоговых рисков это будет в определенном балансе. То есть правильно я понимаю, вопрос больше не совсем корректный, как, допустим, я его озвучила. То есть вопрос не в том, насколько понимают ли люди риски того, что на бумаге недостаточно делать эту оптимизацию. Здесь понимают большинство, все люди живут в цифровом пространстве, читают, видят, слушают и так далее. Проблема как раз в том, как это оформлено и какие источники, если вы говорите, там соцсети, визитки, сайты, ну и так далее. То есть мы в публичном поле все больше и больше работаем на сегодняшний день, и все эти связи, которые остались или которые важны для деловой репутации, они, соответственно, могут играть в минус с точки зрения, как вы сказали, юридической гигиены, когда эта структура вся вырисовывается. Вы же прекрасно все понимаете, и клиенты все, ну некоторые, конечно, удивляются, когда я говорю, что на самом деле сейчас налоговый инспектор очень активно пользуется соцсетями, он проверит все ваши странички во всех ваших соцсетях, странички ваших сотрудников проверит, ваших топ-менеджеров и так далее, и так далее, инстаграм и все прочее. Некоторые понимают, что да, это действительно так, некоторые удивляются, но на самом деле инспекторы же стали более креативными, они понимают, где какие доказательства искать, и мы вынуждены с этим считаться. Хорошо, спасибо, продолжаем. Да, так вот, мне недавно один мой знакомый сказал, вот вы опять про дробление, да, дробление, дробление, это же все плохо, вот это фактически, вы говорите, как законно подробиться, это как законно убить человека, я говорю, нет, это не совсем так, убить человека, это совсем плохо, а дробление, это не значит, дробление не всегда бывает незаконным, да, мы не обязаны работать в рамках структуры, где только одно юридическое лицо, это бывает зачастую неэффективно с точки зрения управления, неэффективно с точки зрения экономической и так далее, но для того, чтобы показать, что наличие в моем бизнесе, например, трех юридических лиц и двух индивидуальных предпринимателей, это не ради налоговой экономии, нужно самому себе и внешнему миру объяснить, а для чего, собственно, я такую структуру раздробленную создал, так вот, какие цели, в принципе, могут оправдать создание раздробленной структуры, это снижение расходов на содержание, редко такое бывает, я не говорю о налогах, редко такое бывает, но на самом деле бывает, что именно дробление позволяет сократить расходы на содержание, выделение отдельных процессов, то есть диверсификация бизнеса с целью повышения эффективности бизнеса в целом, выделение логистики, выделение, отделение там розницы от опта, отделение производства и так далее, разделение этих процессов зачастую повышает их эффективность, в том числе благодаря тому, что мы разделяем управление этими процессами, повышаем ответственность тех, кто этими процессами управляет на местах, то есть то у нас был один генеральный директор и, например, руководители направления, они отвечали только в рамках своей зарплаты за то, что в их, скажем так, департаментах делается, а когда этот же руководитель становится генеральным директором, он уже понимает, что он топ-менеджер иного порядка, у него уровень ответственности значительно повысился, он отвечает теперь уже в том числе собственным имуществом и к процессам, которыми он управляет, он уже относится с большей степенью ответственности, он заинтересован в том, чтобы повышать здесь эффективность, не допускать каких-то провалов и так далее, это в том числе повышает общую эффективность работы, структуры в целом. Разделение рисков между юр-оболочками, это очень актуально для тех бизнесов, где есть отдельно производство и торговля, где есть стройка и еще что-то, то есть какие-то направления, которые несут в себе риски, риски не налогового характера, а риски, скажем так, например, отчинения вреда, то есть если речь идет о стройке, там, я не знаю, вашего экрана, еще какие-то истории, если что-то где-то упадет, развалится и так далее, кому-то будет причинен вред, естественно, это скажется как на руководителя этой компании, так и на самой компании, это могут быть вплоть до приостановки деятельности и тому подобное. И если мы имеем бизнес, а я такое встречала на практике, действительно, и мы разделяли в рамках структурирования эти процессы, есть вот эта стройка и есть какой-то другой процесс, например, торговля, их лучше разделить, чтобы наше торговое направление в случае возникновения какого-то форс-мажора на стройке не пострадало, не было приостановки этого вида деятельности, блокировки счетов и так далее. Ну и распределение зон интересов собственников, это понятная вполне история, когда несколько собственников, опять-таки, бывает так, что один больше проявляет внимание направлению производства, вот он здесь полностью всем руководит и так далее, другой собственник, он больше по торговой части, третий собственник вообще просто сидит и дивиденды получает, соответственно, в зависимости от их роли, от их участия, также мы можем разделить бизнес для того, чтобы и их реальное вовлечение в этот бизнес соответствовало их участию в компании, и получаемое имя выручка в виде дивидендов, либо зарплаты, если они являются директорами, скажем так, соответствовало их реальному вкладу. Поэтому разделение дравления по этому мотиву также вполне оправдано и является должной деловой целью. Я не буду подробно останавливаться на всех правилах, которые перечислены на этом слайде, вы их сами можете почитать. На самом деле безопасная юридическая структура позволяет, как я уже сказала, деферсифицировать бизнес, защитить активы, позволяет сэкономить на налогах, но когда мы строим нашу юридическую структуру, вносим в нее какие-то изменения, необходимо, скажем так, не только смотреть вперед, но и понимать, а что же у нас сзади, учитывать то, что у нас было в прошлых периодах. И структурирование как изменение структуры зачастую предполагает исключение из периметра компаний каких-то юридических оболочек, юридических единиц, как некоторые называют, которые, скажем так, уже накопили в себе определенные риски, и их наличие в этой структуре может негативно сказаться на всем бизнесе в целом. Задумываясь о том, чтобы изменить структуру, необходимо понимать, скажем так, какие у нас есть фактические бизнес-процессы, потому что когда ко мне приходят люди, говорят, вот я отогну, у меня импорт, и все, вот я импортирую, продаю, я хочу подробиться, но, скажем так, подробиться в этом случае гораздо сложнее, чем в каком-либо другом, потому что у нас единый процесс, и исторически сложившаяся ситуация не предполагает очень легкое разделение этого единого процесса на две, на три, или на сколько-то там частей, потому что опять-таки в этой ситуации у нас не будет или очень сложно будет подогнать какую-то реальную деловую цель под вот эту историю, если только не придумать какой-то корпоративный конфликт между тремя-четырьмя собственниками. Поэтому скажем так, единого рецепта, как вы правильно Маргарита заметили, не существует. В каждой структуре, в зависимости от очень большого количества факторов, может быть, может работать, может работать какой-то один инструмент, а в другой структуре этот инструмент будет приводить исключительно к рискам и каким-то негативным последствиям. Я вот в конце покажу QR-код на нашей презентации, сфотографировав который, можно будет перейти в форму. эта форма предполагает ответы на по-моему 8 вопросов касающихся вашей структуры. Это очень-очень общие вопросы, которые тем не менее дают некое представление о том, что из себя представляет структура и можно ли или нужно ли что-то в ней изменить. И ответив на эти вопросы, оставив свои контактные данные, мы сможем с вами связаться и скажу так, проговорить, что вот смотрите, у вас вот такая структура, в нее можно внести такие изменения, дальше мы сможем с вами встретиться и в течение часа продискутировать на этот предмет. И вы поймете на самом деле, что эти 8 критериев, которые обозначены, они достаточно общие и тем не менее, даже на их основе можно сказать, вообще в принципе что-то можно и нужно ли менять в вашей структуре, хотели бы того или нет. Иногда бывает, что очень хочется, но не очень получается. А бывает иногда, что наоборот, ничего не хочу менять, но если не поменяю, то, к сожалению, могут быть какие-то намоговые риски. Людмила, спасибо большое. Я вижу, что в чате уже есть ссылка, куда можно, кому это важно и интересно проверить себя. И вот то, что участник как раз комментирует, что правильное движение в сторону обосновленного разделения бизнеса для сохранения активов, для повышения эффективности, делать это до того, как вся эта структура уже, скажем так, заработала. Потому что в момент, когда начинают рисоваться налоговые органы, а что это за структура, вот как у нас было в самом начале, Николай рассказывал, что сначала вызвали поговорить, потом было много встречных проверок, много запросов по группе компаний, в бухгалтерии, и потом уже все это случилось. Это сложно. грамотно, как перестраиваться по ходу, то есть бизнес работает, уже что-то как-то было сделано, допустим, пару-тройку лет назад, те, скажем так, схемы, в кавычках, которые когда-то, казалось, работали, игра здесь постоянно идет в кошки-мышки, то есть одни убегают, другие догоняют, сегодня это уже опасная схема, и как по ходу, когда бизнес работает, как переделывать работающую модель? Вот на самом деле основная проблема в том, что вот за весь период того длительного времени, что я занимаюсь структурами, один единственный раз ко мне пришли люди с запросом, вот у нас сейчас один ИП, у него 60, ну чуть-чуть не доходит до 60 миллионов выручка, но мы хотим расти, вот так расти, и так расти, вот такие у нас планы, давайте с вами отструктурируемся, так, чтобы с самого начала у нас все было правильно, это идеальная ситуация, но я еще раз говорю, за сколько я лет пять занимаюсь структурированием, один раз у меня был такой кейс, все остальное, это люди приходят естественно уже с определенным бэкграундом, с определенной историей, и самое главное в нашей работе, это не нарисовать красивую картинку, как это должно быть, самое главное, самое сложное, это нарисовать дорожную карту, как перейти из текущего состояния в оптимальное состояние, при этом не утащив в это оптимальное состояние как риски из прошлой жизни, или не наработав при этом новые риски, и это на самом деле одна из самых сложных задач, с которыми нам приходится иметь дело, и с которыми мы совместно с клиентом работаем, это очень важно понимать, что это работа не только наша, наши проекты это совместная с клиентом работа, потому что не зная определенных нюансов, не понимая мотивов, мы не сможем дать те рекомендации, которые будут, ну я не буду говорить идеальными, оптимальными для нашего клиента. Людмила, и правильно я понимаю, что можете какие-то тоже цифры назначить, чтобы так практически все это заземлить, ведь перед тем, как составлять дорожную карту, как оплачивать там услуги внешних экспертов, как выделять внутри бизнеса команду, как вы правильно заметили, которая будет серьезно заниматься реализацией тех шагов, которые нужны. Вот какое сопоставление примерно экономической целесообразности вот такого структурирования с затратами и денежными, и временными, вот как все это происходит? Ну, скажем так, стоимость наших услуг мы не очень гибкие в плане формы проекта, ценообразования и так далее, ориентируемся всегда на то количество трудозатрат, которые мы потенциально в проекте понесем, поэтому изначально мы проводим определенное интервью, общаемся, смотрим структуру, хотя бы по каким-то общим моментам, чтобы понять, оценить наши трудозатраты, и, соответственно, стоимость это может быть, ну, условно, там, от 500 тысяч рублей до, там, я не знаю, двух, трех и так далее, в зависимости от объема. Это понятно, а выгода, какую выгоду обычно получают ваши, там, клиенты, компании, вот как вы измеряете? Выгода состоит в, скажем так, трех основных направлениях. Первое, и, ну, направление, которое проще всего обсчитать, да, это потенциальная налоговая экономия. Если перед нами вставят задачу «хочу сэкономить», да, то мы, предлагая те или иные варианты, скажем так, моделирования, которые позволят где-то сократить налоговые ставки, да, по каким-то направлениям, где-то увеличить расходы, ну, или еще каким-то образом поиграть со всеми этими инструментами, мы делаем подсчет. Вот, скажем так, налоговая экономия составит столько-то. И я приведу очень простой пример, очень простой пример. У нас сейчас есть текущий проект, структура, достаточно большой завод, не буду говорить какой, не московский. Структура стоит порядка, чуть меньше трех миллионов рублей, наш проект, и у нас куча по ним на самом деле задач, но вот задача, которую мы уже обсчитали. Вопрос там состоит, выделять или не выделять управляющую компанию. Там причин есть несколько, зачем ее нужно выделить. И на самом деле налоговая экономия это не основная причина. Основная причина это повысить на самом деле управляемость всей этой истории, потому что сейчас управленцы раскиданы по шести юридическим лицам. Соответственно, есть желание все это собрать в одну команду, в одно юридическое лицо. И вот, мы считали, что если эта компания будет находиться на упрощенке, если у нее переведут определенное количество сотрудников, учитывая, что все остальные компании в группе не МСП, у них у всех больше двух миллиардов оборотов, то с учетом льготы на страховый взнос, мы посчитали, в год только на управляющей компании, они сэкономят около 30 миллионов рублей. То есть, экономят 30 миллионов рублей, наши услуги стоят 3 миллиона рублей. И это только по одной из задач. А их там на самом деле несколько. Другие... Очень, да, прям наглядно, четко, вот, и правильно здесь поддерживают, Людмила, ваше выступление, что должна быть деловая цель, да, то есть не манипуляция налогообложением должна быть выгодой, вот, а должна быть готовность объяснить, да, и действительно на экономических показателях потом показать, да, что основной целью было повысить управляемость, да, группы компаний, вот, и да, это сделано в оптимальной структуре, потому что там будет всего ничего, команда, да, небольшая, и зачем там делать общий режим, и зачем там делать, да, и другие моменты, но при этом 30 миллионов в год, ну, как бы, это только по одному случаю. Людмила, давайте еще прям минутки 3-5, самое основное, чтобы вы на какой-то пример, может быть, кейс, вот, хорошо, когда вы говорите цифры, прям сразу включается внимание, вот, дело к вечеру, да, и нам хочется самое вкусное от вас услышать. 5 минут. На самом деле, вот, хочу привести вот этот пример с особой экономической зоной, это, скажем так, не очень часто встречающие, к сожалению, эти частные меры, потому что это то, что мы делаем для производственников, но не каждому производственнику, в том числе, такой концепт, такой маневр интересен, и для каждого будет эффективен. Значит, особо экономические зоны, это вкусное, интересная история, там, в разных зонах разные фоты, поналогу на прибыль, поналогу на имущество, и годные арендные ставки, и так далее, и так далее. Но, мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы переместить крупное производство из точки А к точку Б, нужно переместить оборудование, нужно, скорее всего, в большинстве экономических зонах и так, создать новое юридическое лицо, завести туда финансирование, завести туда оборудование, завести туда сотрудников, и все это сопровождается, естественно, расходами. И вот мы планировали и структурировали вот такой переход одного из, завода одного из наших клиентов из Подмосковья в Тульск область, в Музловую, мы просчитывали, каким образом будет производиться финансирование с учетом дополнительного инвестирования третьего лица, которое будет привлечено в эту структуру, с учетом того, во сколько нам обойдется продажа техник из складских остатков и так далее, перевод вот этой всей истории, разрабатывали разные варианты, просчитывали с разрывами, не с разрывами, через дополнительную компанию. В результате остановились на вот таком очень простом прозрачном варианте, который, я не буду вам сейчас называть точные цифры, он не предполагал особой, скажем так, глобальной экономии с учетом всех расходов по перемещению в перспективе два года, но в дальнейшем с учетом скажем так, тех льгот, которые в узловой предоставляются, компания в течение трех-пяти лет должна была выйти на экономическую эффективность, в том числе благодаря налоговой экономии. И здесь вот надо понимать, это не сиюминутная история. Если я хочу конкретно сейчас в течение полугода положить себе в карман 20 миллионов рублей, это естественно не ОС, это какие-то другие более мелкие ситуации. А для тех, кто мыслит широко, далеко и надолго, планирует свой бизнес на 5-10 лет вперед, вот эти инструменты это очень полезная и интересная вещь. Хорошо, Людмила, спасибо. Вижу, что у вас еще есть пример по дефицитикации. Вы затронете вопрос относительно защиты активов и бизнеса и личных. Это вот тренд, который 2020 года, особенно с учетом ограничений, с учетом сложности, вот мы, наверное, в чем-то все-таки счастливее сейчас, чем европейцы, чем люди сейчас в Германии, в Италии, в Англии, которые закрыли на карантин. И только сегодня была новость в Яндексе, что жители Германии, очереди в аэропорту огромные стремятся покинуть. И у меня хороший знакомый Private Banking в Швейцарии говорит, что как только люди почувствовали, что сейчас будут объявлять карантин, огромное количество людей в Швейцарию с деньгами, чтобы пополнить свои счета, кто-то открыть счета. То есть у него 24 на 7 были постоянно клиенты, e-mail со всего мира, с Европы в большей степени. Как действительно 2020 год повлиял, какие здесь тренды относительно защиты личных и бизнес-активов? На самом деле, начиная с весны 2020 года, у нас каждый месяц один-два проекта запросов еще больше по защите активов, в частности личных активов. То есть если раньше, скажем так, это были достаточно редкие случаи, люди, конечно, понимали, особенно когда начинало пахнуть жаленым, понимали, что вот оно уже не загорали в субсидиарках, банкротстве и так далее, обращали, то вот сейчас, скажем так, на карантине люди задумались, что будет, если сейчас все совсем станет плохо. И вот эти проекты у нас пошли. Не потому, что мы их стали продавать, а потому, что их стали покупать. Значит, на самом деле защита активов это такая достаточно сложная вещь в том плане, что сейчас законодательство настроено таким образом, что очень большое количество случаев, очень большое количество оснований, по которым сделку по отчуждению, продаже и так далее какого-либо актива можно оскорить. В том случае, если у нас начинается вопрос, простые сроки, там где-то полгода, где-то год, где-то три, и когда мы говорим о защите активов, мы должны учитывать вот эти моменты в том числе. И вариантов тут на самом деле их, конечно, много, но в зависимости от вида актива какие-то являются более эффективными, какие-то менее. Например, если говорить о самом-самом таком монументальном варианте защиты активов, который, ну, практически никогда не развивается, никогда до этого это иностранные трастные фонды. Но с учетом стоимости создания и обслуживания этого фонда, в самом лайтовом случае, скажем так, от 50 тысяч евро создания и 35 тысяч евро ежегодно поддержка этого фонда до бесконечности. Соответственно, не каждую квартиру в Москве положишь в этот фонд, это не эффективно, нецелесообразно. Поэтому здесь мы рассматриваем варианты, если речь идет, например, о коммерческой недвижимости, это передача в доверительное управление. От субсидиарки, правда, не спасает, но от исполнительных листов вполне. Передача компаний в бизнес, который меньше подвергаем риску. Компания активодержатель, которая не занимается ничем, кроме сдачи в аренду, тоже как вариант защиты. Если говорить о живой недвижимости, это всяческие залоги, это распределение между членами семьи, то есть передача актива тому члену семьи, который в меньшей степени подвергается риску быть привлечен к субсидиарной ответственности. И то здесь надо быть очень аккуратным, у всех на свой путь, сейчас этот кейс, когда детей директора привлекли к субсидиарной ответственности детей, которые в том числе были несовершеннолетними на тот момент, когда им продавалось, частично-частично дарилось недвижиму. То есть вот здесь эти сроки тоже надо учитывать. Я правильно понимаю, Людмила, что опять-таки мы с чего начали, наверное, тему закончим, что мы с вами живем в такой подвижной среде, законодательной, правоприменительной практики и так далее, и тому подобное, что в каждом конкретном случае нужно действительно взвешивать цену и ценность того или иного решения, нужно прорабатывать ее как со своими специалистами, так и с внешними специалистами, у которых эта практика богатая и большой опыт, и это не будет там открытие Америки. И, ну, наверное, прям 30 секунд, на чем бы вы хотели завершить, потому что есть вопросы в чате, я хотела бы тоже уделить как раз минут 7-8, чтобы мы в 6 уложились. Да, ну, вопрос, я приглашу, наверное, здесь, вам как раз я хотела дать слово попрощаться с аудиторией, вот, ссылка на то, что вы предложили пройти там диагностику в чате есть, презентацию вашу направим, тоже всем участникам, вот, на чем хорошим, там, какие два напутственных слова вы могли бы сказать участникам, собственникам сегодня? Да, спасибо, коллеги, на самом деле, хочу сказать следующее, есть два момента, которые, которые сейчас очень беспокоят бизнес наших собственников, руководителей, с которыми чаще всего ко мне обращаются, первый момент, у меня дробленка, это совсем плохо, или, и второй момент, у меня несколько юрлиц, и они все взаимозависимы, это вот все, или жить можно, могу сказать, не дробленка, не взаимозависимость, это не приговор, это не плохо, при условии, что под это у вас подложена легенда, под это у вас подложено экономическое, деловое обоснование, и вы можете твердым, уверенным голосом объяснить, что вы не планировали экономический налог, а планировали повысить эффективность и так далее, и тому подобное, хорошо, да, и делать это, как справедливо замечали сегодня участники, никогда уже вас спросили, вот, а сделать это сейчас, заранее, да, потому что, спасибо огромное, Людмил, да, здорово, что раскрыли, показали хотя бы верхушку айсберга, хотя бы мы понимаем, в каком направлении, да, можно двигаться, и дробление, аффилировать, взаимозависимость, да, это повод задуматься, да, для чего это сделано, и какие первые объяснения вы уверенно дадите, не позволив представителям налоговых органов запустить, да, как бы свою, так сказать, могущественную руку в бюджет вашей компании, и вот у нас, я приглашаю Викторию Варламову, вот, Виктория, советник налоговой службы второго ранга, и большую часть своего опыта работала в налоговых органов, да, в отделе непосредственно налоговых проверок, но, как бы, большую часть последнего времени, да, на стороне налогоплательщиков, вот, и вот один из вопросов, которые я сейчас вижу в чате, что раз, значит, можно привлекать таких прекрасных юристов, как вот Лемчик, Крупские партнеры, да, или там аудиторов исправить аудиты, которые проведут и анализ, и устранят риски, и найдут резервы, а зачем вообще тогда бухгалтер, и держать вообще в штате бухгалтерию, вот, можно взгляд такой с двух сторон, чтобы целостная картинка была у собственников? Мне кажется, это распространенное заблуждение собственников, бухгалтерия только чай пьет, да, то есть вообще, за что мы им платим, дополнительная нагрузка, но я хочу заметить, что плохой бухгалтер, то есть вам все равно нужно, чтобы кто-то сдавал отчетность, кто-то общался с налоговой, извините, даже три копейки зарплаты, если работникам выдать, тоже нужен бухгалтер, и объем знаний тут должен быть колоссальный, даже вот для зарплаты, казалось бы, да, какая-то ерунда, а на самом деле, очень много всего нужно знать, поэтому я хочу заметить, бухгалтер должен быть высококвалифицированный, да, вот извините, сколько платим, такого и получаем, и плохой бухгалтер может таким дел понаделать, то есть некоторые ошибки исправить нельзя, вот недавно был случай, да, мне рассказывали, бухгалтер, то есть регистрировали компанию, то есть тут же был, да, знакомый бухгалтер, зарегистрировали, написали заявление на упрощенку, доходы, а бухгалтер думала, что доходы минус расходы, то есть целый год работали, считали доходы минус расходы, оказалось, надо было все делать по-другому, да, спрашивается, кто виноват, то есть вот квалифицированный бухгалтер, наверное, не допустил бы таких ошибок, кроме того, я хочу заметить, я бы здесь еще добавила, наверное, все-таки роль, вот, внешних консультантов, потому что мы действительно живем в настолько часто меняющемся законодательстве, да, и если там заявление на упрощенку подается раз в год, да, ну, и там подали и забыли, да, и никто не проверял, что именно было подано, как это было сделано, ну, включились там, так сказать, какое-то мышление по рельсам, да, поехали вести учет, как думаем, как правильно, вот, то без внешней помощи, без внешнего контроля, конечно, вероятность ошибок, она огромная, она там в разы больше, поэтому доверяй, но проверяй, вот в этом и есть очень много таких случаев, роли аудиторов, да, которые приходят и делают взгляд сбоку, независимый взгляд, все ли в учете соответствует, ну, как бы действительности, правильно ли оформлено, вот, чтобы потом ни бизнесу, ни собственнику не было задним числом до начислений, вот, ну, а бухгалтер скажет, что, извините, ошиблась, станет и уйдет, ну, я хочу сказать, что любому бухгалтеру даже супер, да, то есть я хочу, во-первых, сказать, что бухгалтер хороший, это просто находка для руководителя, но и любому, даже самому замечательному бухгалтеру нужна проверка, то есть не то, что мы не доверяем бухгалтеру, все мы люди, все мы можем ошибаться, да, и бухгалтер сам будет уверен, тем более, если вот у вас классный супер бухгалтер, он все равно где-то в глубине души думает, а вдруг я что-то пропустила, да, там пропустил, то есть вот надо с кем-то разделить ответственность, не надо все возлагать на бухгалтера, в том числе и в взаимоотношениях с налоговой нельзя только на бухгалтера возлагать, потому что, опять же, сколько случаев были, когда бухгалтер, да, замечательный, вы считаете, что нет никаких проблем, бухгалтер сама там с налоговой разбирается, а вы спросили, а как она это делает, то есть были случаи, когда бухгалтер в угоду налоговой инспекции, да, вот заявили к возмещению НДС, как правило, если вы это делаете нерегулярно, у вас не экспорт, да, вот купили недвижимость, тот же звонок из налоговой бухгалтеру и говорят, вы чего там НДС заявили к возмещению, представьте уточненную декларацию, уберите НДС к возмещению, сделайте, чтобы что-то к уплате было, иначе придем с проверкой, ну, условно, там же прям, ну, пугают, иначе придем с налоговой, конечно, что делает бухгалтер, пугается, бухгалтер пойдет навстречу налоговикам, представит уточненную декларацию, у нас был случай, вы у детей увидели, 36 миллионов рублей, да, висят и не принятые к вычету, что 36 миллионов рублей не нужны были компании, то есть бухгалтеру нужна в том числе и юридическая поддержка, да, даже самому замечательному, чтобы она была уверена, что если вдруг, да, там, захотят, как вот, исполнить свои, вот эти страшилки, да, воплотить налоговую в жизнь, они же говорят, сейчас мы всех ваших контрагентов проверим, да, на выездную проверку выйдем, да, за эти 36 миллионов мы еще в правоохранительные органы все сообщим, то есть она должна быть уверена, что у нее все правильно, что у нее все хорошо, да, чтобы не идти на поводу у налоговых органов, то есть такие случаи были, поэтому... Можно я немножко разбавлю, здесь не могу не прочитать анекдот, значит, он приличный, все хорошо, но в чате делятся с нами участники, прям это нравится, что хорошее настроение, что хорошего бухгалтера тяжело найти, нашего не можем найти уже пятый год, хорошо скрывается, вот, ну и тут говорится, что хороший бухгалтер, да, это с рук на руки иногда передается, вот, и здесь надо разделять, что действительно, вот, ну, пишут участники, что главный бухгалтер, он, ну, основную функцию, скажем так, регистратор, хозяйственных операций и консолидации представления отчетности, в том числе и в налоговую исполняет. Он рулит бухгалтерией, да. Да, а вопрос, вот, финансовых резервов, да, общей эффективности, отсутствия рисков, да, посмотреть на ваш бизнес, на ваш учет глазами, как бы, налоговый инспектор, но только в ваших интересах, вот это как раз есть роль хороших аудиторов, вот, допустим, компания проэстов... У нас был случай, у нас была питерская компания, они только переехали в Москву, то есть бухгалтер из Питера, и она вот два года сидит, никто не проверяет, она заказала инициативный аудит, она говорит, я боюсь, меня не... То есть в Питере меня каждый год практически проверяли, а тут в Москве я работаю, меня два года уже никто не проверяет, вдруг я что-то, значит, не так сделала, ошибки накопятся, да, и мы проводили инициативный аудит, там они медтехникой торговали, по НДС, да, особенно, то есть уделяли внимание, то есть бухгалтеру самому надо, чтобы его проверили, чтобы спать спокойно, да, и потом... Хороший бухгалтер заинтересован в том, да, чтобы как бы аудит не только проверил за ним, все ли хорошо, да, но и помог, подсказал, и может быть, там надо не 10 операций делать, и не 3 сотрудника просить в помощь, а можно сделать 3 операции, да, и это можно сделать силами текущей бухгалтерии, или наоборот, бухгалтерия настолько перегружена, что вероятность ошибки зашкаливает, да, и нужно всего лишь там добавить одного человека, да, и риски там отсутствия и дебиторки и так далее, они сразу идут к нулю, и компания получает дополнительные деньги и снижает какие-либо риски в этом ключе. Иногда новый вид деятельности, да, иногда просто не знаю, какие документы еще нужны, то есть вот кажется, что все замечательно. А можно последний вопрос тогда вот как практику, как и с одной стороны с опытом работы в налоговых органах, да, с другой стороны большая практика в консалтинге, в аудите, как вот хорошая фраза была разделить ответственность, то есть какой совет можно дать, ну, как бы не совет, скажем так, исходя из опыта, да, что же может хорошие аудиторы, как разделить ответственность и с бухгалтером, и помочь собственнику, да, защитить от рисков субсидиарной ответственности в случае многомиллионных, десятков миллионов претензий, которые сейчас по статистике. Я хочу сказать, что аудит это в принципе не расход для этой инвестиции, потому что вы получите в любом случае, да, или вы будете знать цену вопроса, сколько вы недоплатили налогов, да, то есть вы будете знать цену вопроса, если к вам вдруг придут на проверку, да, вы будете знать, какой у вас главный бухгалтер, если ступер, никаких вообще ошибок нет, вы скажете, просто аплодируем, мы нашли того бухгалтера, который... берегите его, да, и повышайте зарплату регулярно. Вот, если какие-то ошибки, сделайте соответствующие выводы, может быть, действительно, как вы говорите, да, кого-то наймете, то есть иногда бывает, что просто какие-то документы не оформили, то есть все можно исправить, поэтому аудит это действительно это инвестиции, в том числе и в вашу нервную систему, и я хочу еще заметить, что аудит даже, заказывают собственники компаний, то есть даже не налоги их интересуют, а их интересуют, вот сегодня обсуждали вопрос, где деньги, да, то есть куда делись деньги, почему у меня там упала прибыль, то есть выручка куда-то делась, непонятно, да, норма прибыли, где она, вот, как правило, в компаниях, когда учредители не сидят вот прям на месте, да, они смотрят со своими гендиректорами, выручка бывает, что проходит мимо, то есть у нас уже было несколько таких аудитов, когда собственники иностранцы, просили, чтобы проверили, и гендиректор, вот буквально недавно Ольга, да, проводила, участвовала в аудите, и там по результатам проверки, около 13 миллионов, можно сказать, присвоил себе гендиректор, он сам себе увеличил премии, выплатил за два года около 6 миллионов, причем он еще подделал учредительные документы, то есть подделал собрание собственников, зарегистрировал изменения в учредительные документы по сделкам с одобрением, да, вот сам, сам выдал займ своей компании под большие проценты, получил эти проценты сам, да, то есть он молодец такой, да, то есть в общем с этим аудиторским заключением на 13 миллионов компания может пойти в суд, или добровольно, так сказать, добровольно-предвидительным порядком, да, с гендиректором, да, то есть в 13 миллионов, поэтому. Спасибо большое, Виктория, да, мы как раз завершаем, вот в чате есть, кому интересно, сколько вообще может стоить аудит, потому что его стоимость зависит от размера бизнеса, от той трудоемкости, да, которая нужна, и от тех задач, которые вы можете дополнительно заострить внимание команды, да, есть ли это налоговые риски, или есть ли это там финансовые резервы, и мы видим, что это миллионы, иногда десятки миллионов находятся, или же это есть злоупотребление полномочиями, да, вот случай сегодня только в Фейсбуке у знакомой читала, что главный бухгалтер, используя ЭЦП директора, значит, перечисляла ему деньги, он-то думал, что на командировочные расходы он по всему миру мотался, вот, а оказывается она ему перечисляла, оформляла как займ, вот, и когда пошел конфликт между собственниками, значит, она говорит, ну, теперь вы должны несколько миллионов в кассу, то есть она не проводила должным образом командировочные расходы, а перечисляла это как займ, да, который он где-то там подмахнул, когда-то, значит, и так далее, и как теперь это доказать, то есть, не, скажем так, провоцируйте, да, должностные лица, которые бесконтрольно могут распоряжаться, как деньгами, так и имуществом, про склады, я вообще молчу, что там происходит, да, при отсутствии регулярной антаризации, вот, не, ну, как бы, позволяете расслабляться, да, и вот такой внешний контроль, вот, он всегда в плюс, еще и делать это регулярно, вот, в идеале пару раз в год, это становится очень-очень полезным. Что ж, спасибо огромное всем за участие, вопросы все ответили, вот, материалы, презентации спикеров отправим, и будем рады, что вы стали знать больше, и, так что это убережет вас от каких-то неприятностей, наоборот, позволит раскрыть все-все ваши финансовые, и не только резервы. Всем всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok